Клетчатка, микробы, хлорофил, чтобы там коковую флору уничтожить, патогенные палочки и так далее. Рефонгин, чтобы грибкам устроить проблемы хотя бы. Ну заодно же черный орех тогда. Вот на месяц лечение провели и раз в год такой месяц выберите какой-нибудь. Как в схеме? Все это одновременно? Хлорофил, рефонгин или как-то получили? Да нет, это все одновременно. Другое дело, что вы должны понимать, что хлорофил по одной капсульке раз в день целый месяц. А за этот месяц вы будете принимать, допустим, первые 10 дней черный орех, потом перерыв 10 дней, потом еще 10 дней. Понимаете как? В то же время, допустим, вы будете принимать пробиотик, но там 14 пакетиков. Значит, вы можете поместить его посреди месяца. То есть 14 дней в середине месяца, к примеру. Это и клетчатка, и молочная кислая, и бифидокактерия. Ну и рефонгин можете поместить. Желательно в начало, наоборот. Сразу по кандидам самодорахнуть, чтобы они не мешались. Тогда лечение лимблиоза будет более эффективным, как и дисбактериоза тоже. Лимблиоза будет более эффективным.